2019 год в России был годом театра и набережные Челны почувствовали это в полной мере. За прошедшие 12 месяцев в городе произошла настоящая театральная реформа. Началась долгожданная реконструкция здания для татарского драматического театра. Определено место для строительства нового здания мастеровых. А старейший дворец культуры города, который многие годы также является площадкой для театральных постановок, ДК «Энергетик» тоже начал обновляться. Какие еще события в сфере культуры были знаковыми в уходящем году, вспомнила Любовь Захарова. Татарский драмтеатр стал первым в цепочке театров Автограда по смене локации и здания. На это в рамках нацпроекта культуры было выделено более миллиарда рублей. Уже во второй половине лета старое здание в поселке Зябь разбирали для полного реинжиниринга. Осенью строители приступили к работам внутренним. Эта зона активности для микрорайона очень важна. Здесь практически нет учреждений культуры, досуга, особенно молодежи. Поэтому здесь два в одном. И молодежь, и любители татарского театра. В это время коллектив татарского театра открывал сезон премьеры. Прощание с Агиделью стало самой яркой постановкой года. В конце октября премьеры дождались и юные зрители. На сцену вышли герои книги и одноименного мультфильма «Стрела наследия». Сдвинулось дело в уходящем году и у русского театра «Мастеровые». В феврале Владимир Путин в рамках визита в Казань заявил о возведении нового здания для театралов. К июлю исполком рассказал, где оно будет. Для него определен земельный участок по улице Чулман. Разработано техническое задание для проектирования. И сегодня это техническое задание проходит согласование в профильных министерствах. Но и в имеющемся здании текла насыщенная жизнь. Прошлогодний моноспектакль «Мама» стал одним из лучших на международном театральном фестивале. В апреле 2019 на сцене появился танец Дели. Его поставил и питерский режиссер итальянского происхождения Алессандро Джунтини. В мае на подмостках зазвучала варшавская мелодия, а новый сезон открыли тремя сестрами Чехова. Режиссер решил настолько досконально воспроизводить Чехова, что пьеса идет со всеми ремарками. Это одна из особенностей спектакля. Он скорее фестивальный. Планы на 2020 год у мастеровых не менее грандиозные. Постановка «10 негритят» по роману Агаты Кристи, черная комедия «Самоубийцы» и французская пьеса «Пир хищников». Челнинскому кукольному театру пока что думать о переезде не доводилось. Встретили 2019-й кукольники с нежной королевой, вслед за которой состоялись премьеры «Воронья каша», «Сказки по дешаха» и «Вишневый пирог для гения». Один из последних спектаклей «Волшебное оружие кинзо» показал маленьким зрителям мир японских легенд. Но не только театры получили свою долю внимания в этом году. Городская картинная галерея пережила второй день рождения. В феврале после масштабного ремонта здесь впервые открылась выставка. Обновились как экспозиционные залы, так и хранилища фондов. Последним штрихом станет появление собственной афиши перед зданием уже в следующем году. «Картинная галерея будет выставлять свои самые знаковые, интересные выставки. Будет выставлять тот перечень услуг, которые мы предоставляем. Тем самым, как большее количество горожан сможет ознакомиться с нашей работой». А вот старейший дворец культуры города Энергетик только начал свое преображение. На его капитальную реставрацию потребуется более 300 миллионов рублей. Работы должны быть завершены в следующем году. Любовь Захарова, Леонар Мустафин, Челны, 24.